В том порядке, в каком она должна стоять. У нас работает только холодильник. Происходит выстрел. Происходит выстрел, да, и... Система хранения Беллокии. Дебята, всем привет. Сегодня я нахожусь на объекте мастера Максима. Он сегодня нам покажет, как нужно делать правильный электромонтаж, каким инструментом он работает, и мы немножко сами попробуем поработать им. И что вообще... Как это вообще должно происходить правильно. То есть я недавно на своем канале выкладывал видео про этот некачественный монтаж, а сегодня будем смотреть, как его делать правильно и качественно. Поэтому смотрим дальше. Прежде чем собирать щиток, мы собираем сначала всю информацию, которые будут... Какие будут потребители, какой мощности. Исходя из этого, мы составляем проект электрощитка, подбираем всю нужную автоматику, соответствующую защиту, и расставляем ее в том порядке, в каком она должна стоять. Как вы можете... У нас получается визуализация самого щитка. Условно говоря, вот таким образом она у нас выглядит. Все. Дальше мы делаем визуализацию расключения, обвязки. Тут у нас красный провод, тут у нас синий провод. Да, это у нас получается... Фаза 0. Так и правильно? Да, фаза синий 0. Соответственно, все разделено по группам. Три УЗО. Одно УЗО отвечает у нас... Это у нас будет водяная и климатическая техника, стиральная машина, кондиционер, электрический, теплый пол. Второе УЗО у нас идет, но на освещение по комнатам. Оно, соответственно, здесь и здесь еще два автомата. Третье УЗО идет... Это просто обычные бытовые розетки в комнатах. Четвертое УЗО у нас идет сюда. Это у нас кухня-холодильник. Почему так сделано? Тут задумка, в принципе, такая. У нас питание сюда пришло. Пошло на реле напряжения. С реле напряжения у нас пошло на рубильник. Благодаря тому, что у нас стоит тут рубильник, человек, когда уходя из дома, он может этим рубильником обесточить вот эту всю часть. За исключением вот этой вот УЗО. УЗО это у нас напоминает у нас холодильник. Человек уехал, выключил все. Одним рубильником. У нас работает только холодильник. Коротко. Все обесточено. Кстати, щиток будет находиться вот здесь, вот, наверное, на входной группе, да? Вместо вот этого щитка, который уже достался от застройщиков. Вот, посмотрите, насколько он сделан. Простенько. Лапша из проводов, счетчик. И тут чуть-чуть такой УЗО. Три УЗОшки и два автомата. Ну, здесь в принципе будет немножко другой. Ну, у ЗАДУМКА та же самая, как и в предыдущем щитке, который мы сейчас показывали. Ну, здесь будет немножко другая система. Здесь будет стоять контактор модульный в самом щитке. И будет вот такая клавиша у нас. И эта клавиша, функция та же самая, как у того рубильника. Только нам в щиток не надо будет залазить, но мы можем этой клавишей также обесточить полностью все. Мы можем сделать как освещение просто будет отключаться, как розетки, ну, или как все, в принципе, что по желанию заказчика. Ну, вообще, на самом деле, вещь удобная, актуальна именно для больших помещений. Бывает, супруга забыла утюг выключить, где-то свет горит, не надо развиваться, идти проверять, просто выключили и ушли, и все. Ну, вот это вот лайфхак. Для тех, кто вдруг тоже захочет такую систему собрать. Ну, в общем, обращайтесь просто к этому мастеру. Как он вам это все сделает? Бежим, бежим, торопимся. Так, вот он этот красавчик. С помощью него перебиваются площадки от кром-рукава, площадка под стяжку для монтажного пистолета. Для вот этого. Причем он работает от аккумулятора. Не, в принципе, я сейчас могу рассказать. Давай. Тут система какая? Аккумулятор нам нужен для того, чтобы Нагнетать воздух? Нет, создавать искру. А, все понятно. За счет того, что происходит детонация, бьет по поршню, соответственно, Происходит выстрел. Происходит выстрел, да. И здесь, ну, такая вот система, такие гвозди. Гвозди бывают разные, от 15 мм до 40 мм. В зависимости от того, какой функционал у вас и какая задача стоит перед вами. У меня есть тут сумочка, у меня с вами тут площадки, гвозди, хомуты. То есть, вот это у тебя круг здоровья, раскручивают. Видели как, да? Это Майфхар, кстати. Да. Раньше в Советском Союзе такой был круг здоровья. Некоторые задают вопрос, как у тебя получается, что у тебя такие ровные колья на колья на колья. Вот. Отвечаю. Поставили и раскручиваем. Обязательно берем делать перманентный маркет, чтобы подписывать колья, что это у вас. Включатель освещения, люстра, точный светильный микрохоной выключатель. Да, да, да. Как бы есть то, что бы момент. Чтобы самому не забыть, не запутаться потом, да? Да, потом проще время экономишь и надо подправить. Я уже использовал стремянку. Стремянка чем-то? Неудобно. Постоянно нужно ее переставлять. Слазить-залазить. На это очень много времени тратишь. Кстати, Хадури той же фирмы, что и сам пистолет. Да. Но сразу надо, получается, все свои примочки и весь инструмент сразу поднимать на уровень, чтобы не нагибаться, потому что нагибаться уже будет сложнее. Либо использовать какой-нибудь там крючочек, чтобы подцепить. Ну, я обычно этот, стремянку ставлю. Ага, и на стремянку складываешь. И на стремянку складываю, да, что не надо. Ну да, заранее. По сути, в принципе, ну, как таковой ничего не надо. Главное, все предусмотреть. Ну, бывает еще в этом моменте, когда у тебя что-то уходет, и надо, в общем-то, спускаться. Но здесь сегодня есть я, поэтому я ему подам. С чего начать? Пока начинаем, мы вставляем лазер в линию, по которой мы будем вести трассу. Естественно, мы все делать не как вас. У нас есть для этого лазерный. А перед этим у нас есть еще проект. Да, проект есть, но человек забрал на просчет по этому. Кто его составлял, тот-то знает, да? Коробочку. Да, сейчас мы услышим, как это звонко. Отстрелим лучше что-нибудь? Ну, может, когда стреляешь, может быть, да, и вылетать бетон. Ага, нагнетение, как слышно, что он был. Вот коробочка у нас зафиксирована. Сколько у меня времени ушло, чтобы закрепить коробку? Если перфоратором, то минут пять точно, наверное, ушло бы. А у тебя получается, ну, секунд пятнадцать. Давай ведем отсчет. Тридцать секунд, время пошло. Раз. Два. Три. Четырнадцать секунд прошло. Так, это у нас площадки для фиксации проводов. Ага, бетон отлетел. Ну да, здесь вот есть вероятность отлетания бетона. Срошится. Что-нибудь так? Позднее, не спустя, не закончилось. Ну есть такой момент, да. Хорошего помаленьку. Кстати, нарушаем технику безопасности. Не используем очки. Да, да, да. И нарушим бут. Это нужно обидать. Ладно, мы уже матерые ленты, поэтому... Да. Но все равно, как мне делают замечания постоянно, почему не соблюдаешь технику безопасности. А я говорю, а вы за мной не повторяйте и следуйте технике безопасности. Есть такой момент, когда ты пристрел. Да, да, да. Что-то пошло не так. Три гвоздям ушло в никуда. Четыре. Так. Вот получается, что мы тут имеем. Площадка и вот такой вот загнувшийся гвоздь. Так, все, закончили. Вазер переставим. Вот это здесь. Кстати, параллельно он тут еще собирает второй щиток для другой квартиры. Тоже заказ поступил. Поэтому он сразу делает два дела одновременно. Один щиток для этой квартиры и второй щиток для другой квартиры. и все. работа идет. Пока он там стреляет, мы рассматриваем его инструмент. Система хранения биллокий. Два таких мощных ящика, причем материал из которого сделан тоже такой более плотный. Вообще классно. Для переноса вот такая получается у него ручка есть. Так, все, пистолет пока нам не нужен. Кобелечек конечно дам. и кусачки. Это тоже есть. Маркируем, отмечаем провода белым перманентным маркером, чтобы знать куда какой провод идет. Провода валяются на полу, круг здоровья. раскручивает их. И получается за счет того, что ты раскручиваешь его на круге, они у тебя идут ровные и не скручиваются. Так? Да. Ты подписал тебе его принести? Нет. Ага, значит сейчас мы вставляем стяжки в наши крепления. вставляем Субтитры сделал DimaTorzok Сразу вот такие вот вещи нужно убирать, собирать, потому что я-то хожу здесь в ботинках, они вот как раз вот падают вот так вот прям этим гвоздем наверх. Ну сейчас они правда загнуты, но я видел гвозди торчат наверх, поэтому сразу лучше это все убирать. Ему-то понятно, у него искусственные ноги, у меня-то настоящие. Так, ну вот, в общем, так вот быстро, условно быстро мы смонтировали провода на потолке. С использованием пистолета, ходуль, вот в общем два элемента, которые значительно облегчают работу электромонтажей. Ну и опыт, соответственно, тоже. Опыт это основное, то, что должно быть у мастера, и знания. Обратите. Да. Да. Итак, в общем, на этом этапе, я считаю, можно завершить эту череду видео. Я так думаю, одни видео это все не ограничатся, потому что очень много полезной информации сегодня я узнал на себя, и думаю, будет полезно для вас. Смотрите все, все видео, которые будут касаться этого электромонтажа. Ознакомительные, познавательные, ну в общем, очень полезные. Много лайфаков, которые сегодня было. И все, пока все. Всем спасибо за внимание. Это только тело, фарки и приколы, ну так, международное строителям, которые могли бы сегодня вам рассказать. Ну оставь, потому что все секреты не будем выдавать свои. Короче, это маленькая часть того, что знает этот человек Максим. Короче, ладно, ребят, всем пока, все ссылки в описании. До новых встреч, на новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok